Молодой солдат, приехавший домой в отпуск, рассказывал своим родителям о военной жизни. Вдруг он замолк и уставился в окно на четырёх девушек, шедших по улице. Мать шепнула отцу, смотри, наш мальчик уже вырос. До армии он вовсе не засматривался на девушек. Их сын внимательно следил за девушками, пока они не исчезли из вида. Затем он повернулся и огорчённо сказал, Эй, одна из них шла не в ногу. Утром встречаются два соседа, один другому говорит. Я слышал, что вчера твоя супруга что-то больно расшумелась. Да, она разозлилась на собаку. Бедная собачка. Твоя жена даже грозилась отобрать у неё ключи от входной двери. Наконец-то мне удалось отучить мужа грызть ногти. Таким образом, я спрятал его вставную челюсть. Объявление в газете. Требуется молодая, интересная женщина, умеющая водить трактор. Фотография трактора не обязательно. Дама вошла в магазин, чтобы купить устриц. Каких вам, мадам, маленьких или больших? Покупательница задумалась, потом сказала неуверенно. Знаете, вообще-то мой муж носит воротничок тридцать восьмого размера. Жена говорит мужу. Дорогой, скоро Рождество? Не пойти ли нам посмотреть что-нибудь из мехов? Отличная идея. Только нужно поторопиться, а то зоопарк скоро закроется. Во время спора жена бросает мужу. Ты, которому я отдала лучшие годы своей жизни. Не говори так, просит муж. Мне страшно подумать, что меня еще ждут худшие годы. Разговаривают двое. Ты знаешь, чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Но, увы, это ни к чему не привело. Ты понимаешь, что же самое было и у меня, когда я подарил своей тёще чемодан. В сельской церкви в результате ошибки, венчания и похороны пришлось на одно время. Что делать, отец? Спросили у священника. Я думаю, надо начинать с брака. Но почему же? Понимаете, меньше шансов, что передумает покойник. Но это невероятно, кричал разгневанный режиссер. В последней сцене, перед смертью, вы вдруг начали смеяться. При моей зарплате, ответил актер, смерть кажется мне самым счастливым исходом. На клетке с львами висела надпись. Вход запрещен. Нарушителей съедают на месте. Маленький сын сельского врача поехал с отцом на машине, а потом рассказывал приятелям. Сначала папа обгонял все машины, а потом нас догнал какой-то дядя на мотоцикле. Он остановил нас и выписал папе рецепт. Дедушка, как вам понравилось в театре? Спросили внуки старичка, впервые в жизни приехавшего с дальнего курорта. Изумительно, сказал старик. Но лучше всего было в конце, когда раздавали пальто. Я взял себе три. Маленькая девочка спросила у отца. Папочка, а тебя когда-нибудь била твоя мамочка? Нет, только твоя. Хозяин предупреждает гостей. Ради Бога. Только не садитесь на этот диван. Он кишит клопами. Так почему же вы его не выкинете? Пробовали? Они его назад приносят. Если на работе узнают, что я вышла замуж, меня уволят. Держи это в тайне. А что, если у нас появится ребенок? Мы предупредим его, чтобы он не проговорился. Чукша приехал в Москву, садится в такси, едет по городу и восхищается чудными видами Москвы. Таксист спрашивает. Слушай, а кто ты по национальности? Нанаяц. О, Нанаяц это самый глупый народ. Это почему? А хочешь докажу? Слушай загадку. Слушай, Сын твоего отца, но не ты. В ответ долгая тишина, размышления и ответ. Не знаю. Ну что ты, Чукша, это же твой брат. Чукша возвращается на родину, собирает весь народ, всех почетных шаманов и говорит речь. Слушайте, Нанайцы, вы сами тупорили народ. В ответ. Это почему? Я сейчас докажу вам это. Слушайте. Сын твоего отца, но не ты. Народ долго думал, шаманы колдовали, но ответ они нашли и обратились к обидчику. Ты самый умный у нас, открой нам истину. Кто же это? О, это брат одного моего знакомого таксиста из Москвы. Идет игра поле чудес. Место проведения тюремная камера. Посреди камеры стоит ловко смонтированный стол. Возле стола сидит пахан и диктует ход игры. Толстый, к барабану крути. Итак, у тебя 250 очков. Твое слово. Буква И. Нет в этом слове. Нет такой буквы. И ваше очко уходит в зрительный зал. И снова игра поле чудес. Перед игрой участникам предлагается страховка. Все участники игры армянской национальности. Первый участник заявляет. Крутил, крутил, не докрутил. Второй участник. Крутил, крутил, но сломал барабан. Третий участник. Чукча украл стадо оленей и продал за границу. Из Москвы приехал следователь с переводчиком. И вызвали Чукчу в комендатуру. Следователь просит перевести переводчика. Чукча. Спроси у Чукчи, куда он делал стадо оленей. Чукча говорит, что продал оленей за границу. Так. Спроси у Чукчи, куда он делал валюту. Чукча говорит, что он не скажет. Передай тогда Чукчи, что если он не скажет, то его расстреляют. А если скажет, то его только посадят. Чукча, услышав о расстреле, здорово перепугался. И решил рассказать правду. И рассказывает ее переводчику. Пройдете прямо, потом налево. Увидите огромный столб. От столба отсчитаете сто шагов на юг. Там копайте и найдете валюту. Переводчик переводит следователю. А Чукча говорит, что ему все похую. Можете расстреливать. Молодая девушка приходит домой и заявляет своим родителям. Я выхожу замуж за иностранного моряка. Мама спрашивает у дочери, а почему иностранный? А потому что у наших моряков тельняшки по горизонтали. А у моего перетекали. На остановке беседуют два приятеля. До чего же довела страну эта перестройка? В это время к ним подходит цыганка и говорит. Еще бы два года этой перестройки. И я бы вставила золотые зубы своей лошади. На балу танцуют Наташа, Ростова и поручик Ржевский. Наташа ему говорит. Ржевский, давайте поиграем. Я буду начинать фразу, а вы заканчивать. Ну, давайте-с. Возьмите меня за си... Сиську? Ну, фу, поручик. За синюю ленту. Ну, ладно, давайте снова. Возьмите меня за жопу. Фу, ну зачем пошлить? За желтую ленту. Ну, ладно, давайте теперь вы. Хорошо, Наташа. Возьмите меня за ха. Обеими руками. Бежит заяц по лесу. Видит посреди дорожки лежит волк. Заяц подходит к волку и спрашивает. Дядь волк, можно пройти? Проходи, заяц. Возвращается заяц. Волк опять лежит. И снова заяц спрашивает. Дядь волк, можно пройти? Ну, проходи, заяц. А заяц спрашивает. Слушай, волк, а что ты тут делаешь? Почему ты лежишь? Ты что, не видишь, заяц? Я у капкан попал. Ху, блядь. Валяются здесь всякие серые собаки. Сара, вчера мне хотели дать по морде. Откуда ты знаешь? Да потому что дали. Что же ты говоришь, что хотели? Так если бы не хотели, разве бы дали? Что вы себе позволяете, господин Гольберг? Я не какая-нибудь продажная девка. Разве я говорил о деньгах? Хаим, что бы ты сделал, если бы тебя бил миллион? Ничего. Как ничего? А зачем мне что-то делать, если у меня есть миллион? Как всегда торопясь, Люси наехала на пешехода. Ну вот опять, кричит пострадавший. Будьте же повнимательнее, вы вчера меня сбили. Простите, лепестит Люси, я вас не узнала. Как вы могли украсть велосипед, стоящий у ворот кладбища? Простите, я думал, что владелец умер. Муж поссорился с женой и в сердцах скричал. Кто в доме хозяин? Ёб твою мать, ты или я? Я что? Тихо спросила жена. Что уже, спросить нельзя? Жена спрашивает мужа. Любимый, ты мне как-то принёс книгу, как жить сто лет. Никак не могу её найти. Да выбросил. Её начала читать твоя мама. Забегает ковбой в бар и кидается к бармену. Хватает его за грудки. Ты спал с моей женой? Ты спал с моей женой? Бармен в испуге. Нет? Брезгуешь, гад. Мужик просыпается после пьянки и просит жену. Почисти пиджак. Уже почистила. Почисти брюки. Почистила. Почисти туфли. А что, и в туфлях карманы есть? Штирлиц? Вы еврей? Спросил Мюллер. Никак нет. Я русский. Не растерялся опытный разведчик. В кооперативном ресторане сидит пьяный мужичок. Увидел в клетке какую-то необычную птицу. Официант, зажарь птичку. Что вы? Она же десять тысяч стоит. Зажарь, говорю. Ну, посоветовавшись с хозяином, птичку зажарили. Птичка готова. Отрежь на десять копеек. В магазине колбаса есть? Есть. А копченая? Есть. А красная икра есть? Есть. А черная тоже есть. Вы шо, издеваетесь? Сам же первый начал. Ты знаешь, Васька-то на работу устроился. Да, я подозревал, что он ради денег на все готов. Папа, я устал нести сестричку. Я лучше возьму у тебя сумку с бутылками. Ты шо, а вдруг уронишь? Жена говорит мужу. Я сбегаю к соседке на минуточку, а ты помешивай кашу. Каждые полчаса. Парень сидит в гостях у подруги. Сережа, ты мажь хлеб маслом. Я мажу. Да ты мажь хлеб маслом, не унимается подруга. Я же мажу. Да где же ты мажешь? Ты его кусками ешь. Я все стесняюсь тебе сказать, дорогой, что нас скоро будет трое. О, прекрасно, как я рад. И я рада. Завтра приезжает моя мама, она будет жить у нас. Разговор двух начальников отделов кадров ящиков. Слушай, а вы евреев на работу берете? Теперь берем. А где вы их берете? Объявление в газете. Меняю ковер два на три на такой же кусок сала. Василий Иванович, спрашивает Петька. А ты барыню можешь? Могу. А цыганочку? И цыганочку могу. А буги-луги. А это кто еще такая будет? Подвыпивший мужичок привел из садика ребенка домой. Жена в ужасе. Да это же не наш. Эх, дорогая. Какая разница. Завтра все равно уж усадик везти. Как дела, Степан? Говорят, что вчера ты опять с женой поссорился. Ложь. Мы с ней уже третью неделю не разговариваем. Вопросы к армянскому радио. Что делать, если снится сон на иностранном языке? Нужно брать в постель переводчицу. Вопрос армянскому радио. Что можно снять с обнаженной женщины? Отвечаем. Обнаженного мужчину. Муж в постели. У него грипп. Дорогая, если я умру, будешь хоть немного грустить обо мне? Конечно, дорогой. Ты же знаешь, что я плачу по каждому пустяку. Приходит на занятия парень с подбитым глазом. Что с тобой? Да вот был вчера на вечеринке у девушки. Танцевали ламбаду. А тут входит ее глухонемой папа. Разговаривают двое. Что сказала тебе жена, когда заметила, что ты целуешься с соседкой? Представь себе, ничего. А те два передних зуба мне и так было, нужно давно было удалять. Сидят на пляже муж и жена. Дорогой, что тебе нравится во мне? Моя фигура или загар? Чувство юмора твое. Разговаривают двое. Что бы ты взял, Абрам? Ум или деньги? Конечно, деньги, Хаим. А я бы взял ум. Резонно. Каждый берет то, что ему не хватает. Пожилая еврейская пара едет в поезде со случайным попутчиком. Абраша, когда мы будем в Москве, не в Москве, в Москве поправляет попутчик. Значит так, Абраша, сразу, когда приедем в Москве, не в Москве, а в Москву, смотри, Абраша, ты видал такого антисемита? Сойдя на железнодорожные станции, мужик обращается к дежурному. Далеко до города, пять километров. Неужели нельзя было построить станцию рядом с городом? Да, мы думали об этом, но решили все-таки построить ее рядом с рельсами. Мужик подходит к парикмахерскую и говорит, подстригите меня. Его подстригли наголо. Он смотрит в зеркало и говорит, мне не нравится, подстригите по-другому. На прошлой неделе песчинка попала в глаз моей жене и она должна была идти к врачу. Это стоило мне двадцать долларов. Мелочи. На прошлой неделе на глаза моей жене попалось меховое пальто. И это мне стоило три тысячи долларов. Рядовой Махарашвили получил письмо из дома. Дорогой сынок, подходит к концу срок твоей службы. Напиши, что тебе в подарок купить? Дом, машину или красавицу, жену? Приходит ответ. Дорогие папа и мама, не надо мне ни большого дома, ни ветчерной Волги, ни красивой жени, а купите лучше свинью и назовите ее прапорщик Хоменко. Отслужу, приеду, зарежу, блядь. Молодая Советская Республика построила первый советский пароход. Его пришвыртовали к Одесской гавани и для выполнения отделочных работ наняли двух старых одесских маляров-евреев Хаймовича и Рабиновича. Через месяц, как было и указано в договоре, комиссия приехала принимать пароход, но увидела странную картину. Половина парохода покрашена, а другая же абсолютно не тронута. члены комиссии обратились к малярам. Послушайте, ребята, мы с вами заключили договор, заплатили вам деньги, а вы халтурите, сделали только половину работы. Слушайте, не надо нам дурить голову, мы сделали все, что записано в договоре. Как? Вот так. Читайте сами. Заключен договор. Мы, Хаймович и Рабинович, с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, обязуемся покрасить пароход. Люди делятся на черных и красных. Черные, это те, кто ездит в черных Волгах, одеваются в черные костюмы, отдыхают на черном море, едят черную икру. Красные, это те, что ходят по красной площади с красным флагом, с красным носом и с бутылкой красного в кармане. Пессимист пьет в ресторане коньяк и морщится. Фу! Воняет клопами. Оптимист, сидя в тюремной камере, нюхает раздавленного клопа и говорит, «Ах, как пахнет коньячком!» У еврея спрашивают, как он относится к советской власти. Так к своей жене, понимаете. Немножко боюсь, немножко хвалю, немножко люблю, немножко хочу другую. Сидит Равин в глубокой задумчивости, вдруг вбегает женщина и кричит, «О, горе мне! Мой муж хочет развестись со мной!» Равин долго ищет очки, находит, надевает их, внимательно смотрит на женщину и изрекает, «Он прав!» еврейка на привозе, «Сколько стоит эта лошадь?» «Но это цыпленок, гражданочка!» «Я смотрю на цену!» Пьяный муж ночью приводит друга к себе домой, все спят, он показывает квартиру. «Вот это, значит, моя гостиная, это спальня, это наша кровать. Он спит, там моя жена, а рядом с ней я. Абрам, а мой шамшина спал с твоей женой. Ну и что, я с ней каждый день сплю?» Зашел мужик в ресторан. «Ну, что будем есть?» спрашивает официантка. «Как обычно. Первое, второе, третье. И десерт. Первое есть, а вот второго нет. Ну, знаете, прямо хоть сама ложись. Ну, тогда два вторых. Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала? Не к тебе, а к вам. А, к нам она вчера приезжала, а вот сегодня к тебе. На пляже одна женщина спрашивает свою знакомую. Вы бы не могли мне одолжить тот пестрый надувной матрас, что лежит рядом с вами? Это что вы? Это же мой муж. «Просто удивляюсь», — говорит муж своей жене болтушки. «Но как ты умудрилась закончить разговор всего за двадцать минут? Что с тобой случилось?» набрала неправильный номер. «Автобус набит битком. «Товарищи», — говорит один пассажир, «Потеснитесь, иначе по головам пойду». лысый мужик, лысый мужик плюнул на ладонь, пошлёпал мокрой ладонью полысинить, «Чтоб ты подскользнулся, падла». «В переполненном автобусе». «Молодой человек, вы на мне уже целый час лежите, а что я могу поделать? Так сделайте хоть что-нибудь». У хирурга. «Сестра, что у нас сегодня?» «Автомобильная катастрофа, производственная травма и один тяжёлый. Муж, отказавшийся мыть посуду». Молодой человек спрашивает юную нимфу в купальнике такого крошечного размера, что он вообще почти ничего не прикрывает. «Послушай, а твоя мать не рассердится, если увидит тебя в таком одеянии?» «И не говори». «Конечно рассердится, ведь это её купальник». Молодая девушка, сияя от счастья, прибегает домой. «Мам, мама, если бы ты знала, с каким шикарным парнем я познакомилась, и он собирается на мне жениться?» «Он попросил твоей руки?» «Да, но с условием, чтобы я обязательно поступила на хорошую работу». «Мэри, сейчас же слезь с колен своего жениха». «Но уж нет, маман, сегодня я успела залезть сюда раньше тебя». «Папа, как ты думаешь, сколько лет этой мумии?» «Не могу сказать. Женщине никогда не бывает столько лет, насколько она выглядит». Муж, изрядно выпив, возвращается домой с тысячей предосторожности, чтобы не разбудить жену, и тихонько ложится в кровать. Через час проснувшись, он вскакивает и, поспешно одеваясь, опрокидывает стул. Жена просыпается и кричит, «Ты что там делаешь?» «Пойми меня правильно, душенька!» Бормочет он, еще окончательно не протрезвев. «Мне надо уходить, я же все-таки женат». В шикарном бюстро собралась теплая компания. Скрипач, подойдя к симпатичной блондинке, спрашивает, «Не желает ли, мадмуазель, кусочек из поганини?» «А что, это какое-то новое итальянское блюдо?» Посетительница внимательно всматривается к тому, как ее обслуживают. Внезапно, не выдержав, она заявляет, «Карсон, как вам не стыдно вытирать тарелки носовым платком?» «Что вы, мадам, за кого вы меня принимаете? Мой платок намного чище». Молоденького врача-хирурга срочно вызывает к себе главный врач. «Послушайте, та операция, что вы сделали больному из палаты номер 13 закончилась полной катастрофой. В чем дело?» «Дело в том, профессор», заделась молоденькая женщина, «что я руководствовался тем, что вы нам не раз втолковывали, путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «В госпитале профессор Кальсунтант осматривает три юных создания. «Когда вы забеременели?» спрашивает он первую. «Шестого марта». «А вы?» спрашивает вторую. «В тот же день». «Любопытно». «Обращается к третьей». «И вы что, тоже шестого марта?» «Нет», краснеет она. «Я была на другой вечеринке». «В больнице скорой помощи одна медсестра спрашивает другую. «Сейчас кого оперируют?» «А, того, кто проглотил пинг-понговый мячик». «А вот тот паренек, что так волнуется в зале ожидания, это его брат?» «Нет, это его партнер. Он ждет, не дождется мячика, чтобы продолжить игру». «Я только что была у этого бедняги Левы. Он не хочет оттуда выписываться». «Ты говорила с врачом?» «Достаточно, что я видела его медицинскую сестру, которая за ним ухаживает». «Операционный зал». «Хирург говорит студенту-практиканту». «Я знаю, старик, что у тебя это первая операция. Она, конечно, пройдет не очень удачно, но, тем не менее, когда ты вскроешь больного, не нажимаешь сильно на скальпель. Можешь повредить стол». «Комик говорит импресарио, «Я хочу предложить вам сенсационный номер. Вы вкладываете в банк на мое имя сто тысяч, а я, появившись на сцене, кончаю жизнь самоубийством». «Добро?» «Неплохо, неплохо», соглашается импресарио. «Ну, а если вас вызовут на бис?» «Известная парижская кокотка говорит друзьям в баре, видите того старого мужчину, что вошел только сюда?» сделал из него миллионера». «Так же тебе это удалось?» заинтересовались друзья. «Очень просто». «Когда я с ним познакомилась, он был миллиардером». «Гарсон, что вы мне принесли? В этом супе плавает муха». «Нет, сударь, она не плавает, она умерла». «Госпиталь для душевнобольных, главный врач сопровождает инспектора, а вот здесь палата для помешанных на автомобилях, но я здесь не вижу ни одного человека, ну вообще-то у нас их немало», поясняет главврач, «но вот сейчас они под своими кроватями занимаются ремонтом». «Здравствуйте, господин Рабинович, я слышал у вас умерла жена, примите мои самые искренние соболезнования, не жена, а тёща, ну что ж, тоже неплохо». Василий Иванович и Петька заметили на другом берегу Урала двух девушек, «Слышишь, Василий Иванович, я поплыву, договорюсь и дам оттуда тебе знак, что всё в порядке, тогда и ты подплывай». Уплыл. Василий Иванович наблюдает за другим берегом в бинокль. Через некоторое время видит, что Петька из кустов показывает ему плакат. Обедают, ну, думают, подождём, пока поедят. Через час смотрит всё тот же плакат, через два тоже. Наконец приплывает Петька. Ну, шо ж ты, Василий Иванович? Да ты же сам мне всё время показывал, что обедают. Да не обедают, а обедают. Муж и жена в постели. Вань, ну, скажи, что ты меня любишь. люблю, кобра. Вань, ну, скажи, что ты меня хочешь. Хочу, стерва. Ой, Вань, ну, ты и мёртвого говоришь. В Одессе молодая женщина пытается сесть в переполненный трамвай с передней площадки. Её не пускают. Я беременная, а вас незаметно. А что вы хотите, чтобы через полчаса уже и заметно было? Маленькому Вовочке рассказали сказку про горшок, который круглыми сутками сам варит кашу. Мама, ты хотела бы иметь такой горшок? Спрашивает Вовочка. Конечно, вздохнула мать. Не надо будет целый день стоять у плиты. Тогда возьми мой, он мне больше не нужен. Пошел Вовочка в детский сад. во время тихого часа сосед его спрашивает. Эй, слышь, тебя как зовут? Вовочка. А сколько тебе лет? Навел на четыре. А к женщинам тебя тянет? Нет. Значит, не четыре, а тли. Вовочка натягивает на ботинки калоши. Мать ему говорит, Вовочка, на улице сухо, грязи нет. А я найду. Вовочка с Иринкой играют в песочнице. Илка, ты действительно горячая? Так подумав. Да, горячая. Когда с галшка встаю, оттуда пал идет. Мама говорит Вовочке, Вовочка, если ты не будешь кушать эту манную кашу, я позову бабу-ягу. Ты думаешь, она дура и будет есть эту кашу? Мальчишки во дворе хвалятся друг перед другом. Мой папа храбрый, он на волка охотился, а мой папа тоже храбрый, он на войне был. А мой папа трус, вздыхает Вовочка, он без мамы спать боится. Дети мечтают. Вот мы купим диван и у нас тогда все будет. А мы купим приемник и у нас тогда все будет. А у нас теперь все есть, говорит Вовочка. Папа недавно трипер принес и мама сказала, что этого только нам и не хватало. Инженер опоздал на работу на два часа. Начальник спрашивает, почему опоздал? Ты понимаете, жена десять рублей потеряла. Ну и что? Ну она их искала. А ты здесь при чем? Так я на них стоял. Супруги сидят на пляже. Жена делает замечание мужу, который следит взглядом за каждой красивой девушкой, проходящей мимо. Федя, веди себя прилично. Ты же женат. Ну и что? Ну если вот ты на диете, это еще не значит, что ты не имеешь права читать меню в ресторане. Лежат Ваня и Маня в кровати. Ваня обнял Маню. Мань, ты как батарея. Что, теплая? Не, ребристая. Василий целует Оксану и несет ее на диван. Она ему смущенно говорит, нет, может, все-таки после свадьбы? Не, лучше теперь, потому что, когда ты выйдешь замуж, муж нас застукать может. пьяный возвращается домой после работы. Сам он летчик. Звонит в дверь. Жена спрашивает, кто там? Ту-134 просит посадки. Не пущу. Тогда пошел на второй круг. Обошел в руку к дому, поднимается, звонит снова в дверь. Кто там? Ту-134 просит посадки. Ты пьяный, я не пущу. Хорошо. Пошел на запасной аэродром. Идет к любовнице. На следующее утро снова звонит в дверь своей квартиры. Кто там? Зевая спрашивает жена. Ту-134 просит посадки. Вам придется подождать. И у-62 еще не взлетел. Беседуют две подруги. Одна другой говорит. Муж купил мне цветной телевизор. Серия систему. Хорошо. Сижу дома и все смотрю. А мне купил видеомагнитофон. Никуда ходить не нужно. Включил и развлекайся. А тебе что купил? Спрашивают у третий. А мне муж ничего не купил. Сказал, что со мной еще можно и в кино и в театр ходить. пришел к женщине любовник. Она жила на девятом этаже. Звонок в дверь пришел муж женщина любовнику. Иди спрячься на балконе. Он ушел. Входит муж и говорит признавайся у тебя кто-то был? А то я узнаю сам. Жена говорит ну был любовник. Я его на балкон спрятала. Дорогая сколько раз я тебе говорил что у нас нет балкона. Жена кричит на мужа бросай курить. Знаешь что ты что бы мы могли купить на эти деньги что ты тратишь на сигареты? Знаю. Тебе шубу мне ничего. Жена улеглась с любовником а тут муж на обед приходит. Жена быстренько упрятала любовника в холодильник. Муж заходит на кухню открывает холодильник и ты кто? Вася А ты что тут делаешь? Колбасу ем. Пошел муж на работу и рассказал все друзьям. Дурак посмеялись друзья. Ведь это был любовник твоей жены. Побежал мужик домой и опять к холодильнику а там другой мужик сидит. Как тебя зовут? Федя Слушай Федя передай Васе если я его увижу убью. Приходит Чукча из армии. Жена бросается на шею мужу. Дорогой у нас сын родился. Скоро полгода будет. Как это так? Скоро полгода будет. Я в отпуск не приходил. Ты ко мне не приезжала. И на тебе скоро полгода. А я дорогой с твоей фотографии глаз не спускала. вот и забеременела. Чукча со спокойной душой улегся спать. Но под утро подхватился как угорелый. Ты кому мозги пудришь женщина? На фотографии это я до пояса. Зять приходит из поликлиники домой и говорит тещи плюй на спину. Ой что ты зятек? Плюй тебе говорю. Теща видит что зять рассердился плюнула а потом спрашивает зачем тебе это зятек? А это мне врач прописал змеиным ядом растираться. Слышали новость? Петька в больницу угодил. Не может быть. Вчера я видел его как танцевал он с одной блондинкой. Вот в том то и дело. Его жена тоже это видела. Моему мужу ужасно везет. Только вчера застраховался от несчастного случая а уже сегодня ему на голову кирпич упал. Может быть мне купить новую расческу у старой сломался зуб. Но ты же расточитель. Из одного сломанного зуба покупать новую расческу. Но это ж был последний зуб. посадили деревенского фраера в тюрьму направляют в камеру он заходит там пара зеков сидит привет козлы отметели за всю масть он еле очухался ребят за что же вы так за козлов убить можно ну извините а то налетели как петухи заходят двое в винный магазин ну так что берем по две да нет давай по три да по три может много ну тогда по две так и говорят продавцу дайте нам пожалуйста восемь бутылок плодового ягодного и по две конфетки возитель подвозит деда до города а смог бы ты ехать за рулем если бы выпил стакан водки спрашивает дед смог бы а если бы два стакана смог бы немного помолчал дед снова спрашивает а вот скажи а вот если бы три стакана выпил да что ты блять признал старый видишь же еду пьяный вваливается в фото отелье пожалуйста снимите меня группой пьяный садится за руль подходит милиционер вы что в своем уме разве можно в таком состоянии ехать на машине а что же мне делать вы же видите что я не могу идти пешком разговаривают два кореша если бы я умер ты дал бы сто рублей на венок конечно дал бы так давай сейчас их пропьем а я без венка обойдусь милиционер спрашивает у мальчика признайся твой отец самогон варит не дяденька он его пьет сыры